Дикий абрикос Я единственный раз занимался летней прививкой в августе. Прививал абрикос на дикий абрикос. Мне не понравилось. Почему? По теории, почки, они не должны были проснуться. Уже был август, уже дело шло к зиме. Они должны были дозреть и умереть, замереть. Половина просолась, выбросила веточки размером со спичкой. Они замерзли. Зима впереди, да? Они замерзли. Поэтому я с тех пор не взлюбил летнюю осеннюю прививку. А тут привозят Ирина Александровна уникальные черешни и абрикосы. Смотрите, попытки выглядели так. Значит, здесь и прививка в врачеб, и улучшенная капулировка, так, и с листьями, и черешок без листья, то есть листок был отрезан, и с целым листком. Мы попробовали все варианты. Раз. Вот. Мы попробовали прививку почкой. На середине лета, ну, как, допустим, по теории, мы оставили треть листа, видите, треть листа. Якобы испарение идет. Внутренний голос говорит, вообще отрезать не надо. Ну, оно высохнет и высохнет. А чего заранее-то хранить? Вот так. Мы попробовали вот так. Видите, вот этот лист совершенно свежий. И с черешком, и с листом еще один вариант. Вот. Теперь, заодно попробуем как. Если это дело пойдет, мы попробуем благородить чистого манджурса. Это чистый манджурс. Вот. Попробовали черешню привить на войлочную вишню. Вот. Торчит треть листочка. Вот здесь вот почка. Это прививка почкой. Это окулировка. Делали в отчаянии. Не на что было прививать. Вот. Вот это вот прививка на вишню. Корневой отводок вишни сибирской штамбовой. Вот. Видите? Это следующее будет. Короче, сам принцип. Итак. Значит, черешня. Значит. Вот целый лист. Мне от души не жидит. Мне хочется, чтобы целые листья, целые листья помогли прижиться. А теория говорит. Или. Видите, почка без листа. Или. Отрезаем кусочком. У меня два дерева показались совершенно непривычными для сеянцев маньчжурца. Который я называл сыная маньчжурца. Вот. Я вот это дерево, я потом будет, каждый вебинар буду показывать, показывать, пока не дозреют. Вот. Дело в том, что я это назвал сын полка. У него несколько родителей, сейчас останавливаться не буду. Так. Вот этот абрикос, я звонил вам, Ирина Александровна, я нашел в этом самом, в тайге. Вот он. Вот он должен переехать к вам. У меня уже места нет. Почему? Потому что уже сам факт, что он жив, говорит о его хорошем будущем. Причем не обязательно дикий. Он может оказаться вот таким. Но предельная морозостойкость, предельная, только благодаря тому, что он сам, он нашел себе новую родину. Все. Вот так выглядят вишни на, это самое, на Майдюках. Вишни с генами черешни. Единственное, что неприятно, в этом году они мельче обычного, но я это связываю с морозной зимой. Как-то реагирует. Вот это вот абрикос мичуринский. Уже сейчас он зеленый, он больше своестандартный. Почему он продолжает увеличиваться? Ну что, рядом академик. Знаете, в каком расстоянии он растет, академик? В двух метрах от него. У него как будто общая крона. Вот результат. Вот. Вот результат. Половой связи. Вот так выглядит вишня сибирская штамповая. Которая можно накормить всю Россию. Сибирь сибирь. Академий. Профессер.